Леонет онлайн. Со мной тоже сегодня на связи Руслан Голованов, руководитель этого проекта и также преподаватель теоретической части. Я думаю, что на часах уже 5 часов и мы можем начинать, чтобы все успеть. Поступим следующим образом. Я расскажу вкратце еще раз о нашей школе Леонет онлайн, о курсе очень коротко для тех, кто не смог посетить или посмотреть записи прошлого вебинара. И, соответственно, основной упор будет именно на конкретном решении задач. Мы сегодня разберем одну задачу, несколько тестовых вопросов. Так что я предлагаю начинать. И я, по-моему, перехожу к следующему слайду. Итак, немножечко про Леонет онлайн. Школа Леонет онлайн, ETC Operative Learning Partner, соответственно, занимает подготовку к экзаменам из 2015 года. Ранее, возможно, вы сталкивались с этой школой, она называлась по-другому Леонет онлайн. Соответственно, в связи с получением Approved Learning Partner и также в связи с тем, что компания вышла на глобальный рынок, она была переименована Леонет онлайн. Соответственно, сейчас запущены англоязычные курсы подготовки на глобальном рынке. И параллельно мы, естественно, продвигаем курсы на русском языке. Тоже, как вы знаете, они стали доступны относительно недавно, но уже есть наработанная хорошая практика. Финансовый менеджмент мы будем читать уже во второй раз. Поэтому прошлый выпуск студент показал хорошие результаты по сдаче. Мы будем лишь усиливаться в этом направлении и расскажем, как именно это все проходит. Вы сами сможете сегодня убедиться, услышав часть курса сегодня. Итак, идем далее. В чем особенность экзамена? Экзамены по финансовому менеджменту? Ну, прежде всего в том, что состоит, в том, из трех частей. Часть А – это контрольные вопросы. Часть В – это тесты к кейсу. И часть С – это развернутый писленный ответ. Итого, напомню еще раз, за весь экзамен можно максимум получить 100 баллов. Но набрать их можно через часть А, через часть Б, через часть С. Но, естественно, в идеале решить все по максимуму. Соответственно, в чем разница, в чем особенность? То есть в части С, например, у нас две задачи по 20 баллов. То есть сорокомарочные. Там и расчеты, и теория. В части Б у нас тоже, получается, три задачи у вас будет. То есть там задачи и тестовые вопросы к ней. И часть А – это контрольные тесты. Это 15 вопросов по 2 балла. Соответственно, нужно будет там ответить максимально верно, чтобы набрать 50. Напомню еще раз, что для того, чтобы сдать экзамен, нужно набрать минимум 50 марок. То есть 49 уже не засчитываются, 50 – это уже считается сдачей. Сегодня мы сделаем упор на цену и немножечко будет тестовых вопросов. Но тестовые вопросы, подождаю еще раз, не будут довольно-таки легкие. Те, которые на экзамене встречаются, они будут посложнее. И в курс те, кто пойдет, они как бы включены. То есть более сложные вопросы. Мы их тоже будем рассматривать, но не в рамках сегодняшнего вебинара. Сегодня будем рассматривать задачу, которая может попасться вам в разделе «С». Развернутый писемный ответ. Немного предыстории. Раньше часть «С» сдавалась… То есть практически все задачи были примерно как часть «С». То есть маркировалась непосредственно ход решения и теоретическая часть. С давних пор это было изменено. И теперь достаточно много тестовых вопросов. И здесь это как плюс, так и минус. В том плане, что плюс – это однозначность, отсутствие двоякого мышления. Это либо ответы правильно, либо нет. То есть другого варианта нет. Но, естественно, что есть минус. Потому что не все тестовые вопросы решаются за две секунды. То есть это может быть прям небольшое решение. И если вы где-то в чем-то ошиблись, но логика была верная, то есть риск ответить неправильно. То есть есть плюсы и минусы. Но выбора как бы нет. Мы идем именно по этому формату, который предлагает ACCA. Также здесь можно ответить, сразу расскажу, что у студента есть выбор, с какой части начать. То есть есть, возможно, часть части «С», части «Б» или части «А», собственно, немножко нарушив последовательность. То есть здесь каждый студент выбирает свое. Мы, в общем-то, естественно, на курсе тренируем все эти части провешивать. Более того, у Learned Online есть такая программа непосредственно тренировка МОК-экзамена, промежуточного экзамена. За примерно неделю или 10 дней до экзамена студенты проходят на платформе, ну, примерно экзамен, грубо говоря. То есть чтобы понять сложную платформу, какие-то особенности изучить этой платформы. И протестировать, понять себя, понять, насколько вы готовы к экзамену или нужно еще подтянуться. Вот это что касается вводной части, которые могут быть, ну, то есть на экзаменах точно будут, что нужно помнить. Также в контрольных тестах мы акцентируем, что это может быть как выбор ответа, как выбор нескольких ответов, перенести в нужную область, выпадающий список, активную область. То есть могут быть разные вариации. Там могут быть и теоретические вопросы без решения, могут быть и решения. То есть как раз-таки вот на контрольных тестах были сложности у студентов, да, вот, по крайней мере, они связаны с тем, что они из разных, из всего курса, собственно, идут даже не в последовательность. То есть темы могут быть перемешаны между собой, могут быть скомбинированы в вопросах. Поэтому контрольные тесты довольно-таки непростые, я могу сразу сказать. Но мы, в чем плюс, мы это как бы тоже проходим, мы это тренируем. Неспосредственно подготовка Learned Online, она состоит из нескольких частей. Студенты проходят теоретический курс, он предзаписанный, его читает Руслан Голованов. И после каждого блока, вопроса, блока по теме, есть непосредственно тесты. То есть тесты, они очень похожи на вопросы, которые могут строить как раз в части А, потому что там есть теория и решения. Как раз-таки в этом моменте вы тренируетесь активно, да, то есть решать вопросы части А. Непосредственно, когда, например, теория пройдена, то есть те студенты, которые присоединяются чуть-чуть попозже, они могут теорию слушать с опозданием, да, то есть в принципе ничего страшного, но я рекомендую все-таки до практической части, практическая часть проходит в живом формате, теорию все-таки проходить. Так вам будет более понятно, потому что на практике, соответственно, фокус именно уже на решении задач, хотя, безусловно, теорию мы тоже повторяем, я повторяю ее со студентами, обращаю внимание на какие-то сложности, да, но всегда рекомендую все-таки базу проходить до, чтобы было как бы более понятно и чтобы мы как бы больше успевали на самом курсе, да, потому что я стремлюсь дать не только там сложные моменты по теории, еще раз пройтись, еще раз пройтись по задаче, но еще какие-то вопросы поделить из практики. Немного о себе, вот я рассказывала уже на прошлом вебинаре, что я являюсь практикующим финансовым директором, да, тема финансового менеджмента, она мне очень близка, поэтому как раз-таки я даю некие практические аспекты, что и где, как применимо, как это используется в жизни, как применяется у нас, как применяется за рубежом, в чем разница. Вот, поэтому стараюсь тоже делиться этим со студентами. Собственно, во время курса мы проходим вопросы в основном части B и C, да, то есть, опять же, немного тестируем эти контрольные тесты, я тоже их немножко подключаю, но уже в меньшей степени. Далее, когда мы потихонечку все это прорешиваем, да, идет МОК-экзамен, и после МОКа я даю обратную связь, и каждому студенту получают информацию, сколько он баллов набрал и в чем ему лучше подсоединить себя перед экзаменом непосредственно. На протяжении всего курса, он обычно у нас длится обучение около месяца, активно общаемся в чате, студент общается между собой, я задаю какие-то контрольные вопросы, студент задает неконтрольные вопросы. И, естественно, что мы, помимо того, что проходят практические занятия, есть домашние задания, которые мы тоже разбираем, решаем, обсуждаем в чате. То есть обучение такое достаточно активное, интенсивное, будет проходить два раза в неделю, вторник и суббота, между, естественно, занятиями, да, то есть это время для решения задач, для того, чтобы задать вопросы, подготовиться и прорешать что-то еще. То есть готовьтесь к тому, что нужно будет решать дома, активно посещать записи, если не сможете, то сможете смотреть какие-то трансляции уже оффлайн, да, то есть я рекомендую все-таки присутствовать и быть онлайн, задавать вопросы, на мой взгляд, это более эффективно. Вот, каким образом проходит обучение, и сейчас непосредственно мы посмотрим, что входит в структуру курса, и одну тему мы разберем частично сегодня как раз-таки. В структуру курса входят вот такие важные блоки. Среда финансового менеджмента, функция финансового менеджмента, это теоретическая часть, она дается как раз-таки в записи, непосредственно от Руслана Голованова, вы сможете это все подчеркнуть, изучить и уже использовать, да, то есть эти вопросы из-за этих двух блоков, они как раз могут встретиться вам на экзамене в части А. Вот, здесь в основном теория, задач здесь нет, но как бы естественно, что ее нужно знать, потому что теоретические вопросы практически, они оцениваются одинаково, да, и примерно вот 50 на 50 финансового менеджмента, теории и практики, поэтому нельзя сказать, что этот курс именно на решение. Теории здесь интерпретации тоже довольно-таки много. Далее, большой блок – это управление оборотным капиталом, очень важная тема, она имеет очень серьезно практическое значение, с нее, в принципе, начинается, начинается модуль практически с этого блока, что здесь разбирается, разбирается управление дебиторской задолженностью, кредиторской, запасами, вопрос управления ликвидностью, и также как раз-таки очень важные темы мы разбираем, таким образом, в том числе финансировать кассовые разрывы, да, когда они возникают в формате ДДС, как дебютировать ДДС непосредственно, мы научимся, да, будет задача на этот счет. И также будут, будут начать на такие важные вопросы, как сколько заказать запасов, чтобы не было излишков, либо недостачи, что сделать с дебиторской задолженностью, если контрагенты не платят, то есть все эти темы, они разбираются в блоке управления оборотным капиталом, как раз-таки задачки на решение, на ускорение оборачиваемости, на оптимизацию бизнес-процессов. Очень такой емкий и практический курс, я думаю, что те, кто работает финансом, тоже почерпят для себя много нового и полезного для своей работы. Далее блок оценка инвестиций. Оценка инвестиций, он считается таким сердцем экзамена, то есть достаточно большое количество времени уделяется именно этому. Почему? Опять же, потому что оценка инвестиций зачастую считается, что это только когда компанию покупают, нужно оценить инвест-проект, не везде это есть. На самом деле оценка инвестиций есть практически везде. То есть, когда, например, планируется покупка оборудования, то есть для расширения. То есть это тоже, по сути, маленький инвест-проект, поэтому его желательно отцепровывать и показывать эффективность этого проекта. Также я как раз рассказываю здесь, но здесь тоже, наверное, с вами поделюсь, что не всегда инвест-проекты требуют именно инвестиционных вложений. Иногда это просто вложение, какие-то расходы в оборотный капитал. Например, открывается новый офис компании в Америке. То есть все в аренде, ничего не покупается, может вообще оказывать компанию услуги. Но все равно это инвест-проект, несмотря на то, что не тратятся деньги непосредственно как оборудование, как мы привыкли, вот такого плана. То есть это тоже считается инвестиционным проектом, и тоже это все оцифровывается. Как это оцифровывать, как это оценивать, мы, конечно же, будем подробно изучать. Очень много задач на эту тему. Но сегодня как раз-таки мы рассмотрим метод решения задачи с помощью чистой приведенной стоимости. MPV по русской аббревиатуре ЧПС, если я даю и английскую, и русскую аббревиатуру, потому что MPV – это такой признанный, скажем так, признанная аббревиатура, часто используется в России в том числе. Поэтому я как раз-таки даю два варианта, два звучания, чтобы вы знали и то, и то, когда будете общаться, например, с коллегами из банков и так далее. Оценка инвестиций. Но здесь не только чистопределенная стоимость. На самом деле методов оценки довольно много. Здесь и IRR, внутренняя норма доходности, и срок окупаемости, и дискотирный срок окупаемости, и много теоретической части. Соответственно, такая тема достаточно большая, емкая, такая полезная тоже. Оценка предприятия плавно вытекает из этого. То есть оценка предприятия и финансирование. То есть это два таких тоже крупных блока. Здесь, собственно, уже будет расчет ВАГ, среднезвежечной стоимости капитала. То есть в оценке инвестиций он будет, как правило, дан уже для дисконсирования денежных потоков. В этом предприятии мы будем учиться это считать. И также по финансированию, да, тут будут такие вопросы, каким, например, планируется такой проект, каким образом его финансировать, да, выберите, что вы выберете, да, там, факторинг, либо привлечение, там, кредита, либо выпуск облигаций, либо выпуск акций. То есть все эти инструменты будем рассматривать, плюсы-минусы, стоимость и как-то рассчитать на примере конкретного проекта. То есть здесь это как раз-таки мы в этой теме будем разбирать, уже достаточно много задач. Такой сложный, интересный блок. И курс построен таким образом, что от простого к сложному будет идти, да, то есть мы забрали темно-боротный капитал, научились строить денежные потоки. По оценке инвестиций мы уже строим денежные потоки на нескольких периодах и их дисконтируем. Когда приходим к оценке предприятий, мы считаем, как раз-таки учимся рассчитывать ставку дисконтирования, смотрим разные инструменты финансирования, собственно, как эти проекты, как раз-таки финансировать, вот изучаем следующим блоком. И, собственно, как этот проект оценивать, да, то есть потому что зачастую проекты реализуются, чтобы потом, например, предприятие либо продать, либо там продать долю, то есть это все как бы тоже мы будем смотреть. Ну и заключительная тема, да, то есть это управление рисками. Управление рисками, при этом наибольший фокус будет именно управление валютным риском. Я думаю, что для многих компаний это актуально. Это актуально не только для компаний, но и для всех нас. Валютный риск в России, он достаточно высокий. И здесь также есть и процентный риск. Тоже рассматривается здесь, каким образом это все, каким образом управлять, какие есть инструменты. В этой теме подробно проходят, задачки тоже решаем. Она самая короткая тема, довольно-таки, ну, не могу сказать, что сложная. В принципе, как правило, студенты все равно ее как бы осваивают. Но десятибалльная задача на эту тему может встретиться непосредственно, да, поэтому уделяем, как минимум, два урока на это все. И, в общем-то, еще раз повторяем, если на МОКе я вижу, по результатам МОКа, что с какой-то темой у студентов проблемы, да, то есть у нас есть еще, как правило, пару уроков до непосредственного экзамена, чтобы как раз-таки темы, которые усвоены хуже всего, еще раз их повторить, еще раз что-то прорешать. То есть всегда есть у меня задачки в запасе, чтобы те или иные темы еще раз пройти. Но непосредственно сейчас переходим к теме инвестиций. Считается, что если студент хорошо освоил тему инвестиций и чисто приведенной стоимости расчета, да, скорее всего, он экзамен сдаст. Поэтому как раз-таки сегодня мы будем эту тему проходить, и у нас даже будет несколько тестовых вопросов, чтобы понять, насколько вы уже сейчас подготовлены, да, то есть к этой теме. Я знаю, что наверняка среди вас есть те, кто, может быть, уже второй раз дает или уже настоятельно начал подготовку. Сейчас мы как раз проверим, насколько вот вы знаете про инвестиции. Я постарался довольно-таки простые вопросы подобрать, но все равно как бы это сможем сейчас проверить немножечко. Что такое NPV? Что это за метод, честно говоря, на стоимость? Ну, прежде всего, это приоритетный метод оценки инвестиций по версии CCA. Я специально это отметила, да, потому что говорить, что это приоритетный метод оценки всегда, наверное, было бы неправильно, да, то есть разные источники говорят о разном, но, по крайней мере, в CCA он всегда, ну, как бы его позиция в том, что если у компании есть сомнения о принятии инвестиций, почему могут быть сомнения разные, можно по-разному оценить, по сроку окупаемости, по внутренней норме доходности, по чисто приведенной стоимости, по каким-то еще другим оценкам, да, то есть, но если есть сомнения, разные методы дают разные выводы, да, то приоритетный метод оценки инвестиций это будет именно по чисто приведенной стоимости. Он основан на дисконтированных денежных потоках, то есть учитывает временную стоимость денег. Это его основной плюс. Расчет чисто проведенной стоимости делают по абсолютному значению. Что это означает? Это означает, что инвесторы точно могут знать, что вложив, грубо говоря, миллион долларов, сколько они получат через окончание проекта по итогам, например, 5 лет. То есть это не в процентном, а конкретно в деньгах. Как они это видят и, соответственно, зачастую это становится понятно, устраивает их этот вариант или нет. Также при использовании метода сравнивается сумма дисконтированных платежей от проекта с первоначальными инвестициями. Как раз за счет этого сравнения получается чисто проведенный стоимость. Если проект больше нуля и нет других ограничений, то проект принимается. Что значит нет других ограничений? Ну, здесь довольно-таки просто. Во-первых, у инвесторов могут быть некие пожелания внутренние, что, грубо говоря, вложив, например, миллион долларов, получить NPV 1 доллар или даже 10 тысяч долларов им может быть неинтересно. И вполне возможно, что у них есть какие-то альтернативные варианты вложения, которые дадут большую доходность. То есть в этом случае сравнивается несколько проектов. Кстати, этот вариант мы тоже будем проходить, когда сравнивают несколько проектов. А может быть даже иногда бывает такой вариант, что проект можно взять не полностью, а в доле. То есть почаствовать как соинвестор. То есть вот такие, как называемые, делимые проекты. Но если никаких вводных нет и других альтернативных вариантов нет, то даже если проект NPV чуть-чуть выше нуля, в принципе, проект уже принимается. Но тут надо считать внимательно условия задачи. Как раз-таки вот про эти ограничения выяснять на входе. То есть это мы как раз с вами тоже этому поучимся. В некоторых задачах, ну это крайне редко, может быть, что предназначенность меньше нуля. Такое, в принципе, может быть. И в жизни такое, естественно, бывает. То есть для этого как раз-таки все рассчитывается. Если компания к этому приходит, что расчет меньше нуля, то есть вариант следующий. Либо искать возможности для экономии какой-то, либо для увеличения объемов, либо от проекта отказываться. То есть, ну, либо, например, финансирование каким-то образом искать более дешевое. Потому что от таких дисконтирования и от того, собственно, интересно, финансируется проект или заемными, тоже очень многое зависит. Как раз-таки эти вводные, да, мы будем все рассматривать, да, будем проходить некие вероятности анализ и анализ чувствительности. То есть как раз-таки это те методы, которые позволяют выяснить, за счет чего все-таки проект может стать более оптимальным, либо где у компании есть некий фактор риска. То есть у компании могут быть некие факторы риска. Если что-то пойдет не так, значит, проект, например, нужно будет как-то отказываться или заканчивать его раньше времени. То есть, когда компания знает, что, ну, эти факторы, да, то есть заранее, она как бы лучше может ими управлять. Каким образом это делать, мы тоже будем на курсе рассматривать. Ну, мы, соответственно, сейчас пойдем дальше. И очень коротко, да, ну, естественно, я повторюсь, что у нас сегодня вебинар, он до шести часов ориентировочно я буду уже рассказывать и показывать, например, расчеты задачи. Да, после шести у нас будет время, когда вы сможете задать какие-то вопросы. Либо по курсу, либо по, например, этой теме. Поэтому я сегодня говорю достаточно сокращенно, да, то есть менее развернуто, потому что, естественно, на самом деле на задачу по институционным проектам уходит, ну, примерно, неделя обучения, да, то есть за час все это закрыть все вопросы невозможно, но постараюсь сказать в общих чертах, что здесь следует учитывать. Но прежде всего при этом методе, да, то есть мы делаем фокус на именно денежные потоки, то есть неденежные исключаются, да, то есть, соответственно, амортизация не учитывается в денежных потоках, но налоговый вычет, который может быть по амортизации, он учитывается. Настовый расход также не учитывается, так как денежные потоки у нас дисконтируются, и эта ставка, она учитывается в денежных потоках при дисконтировании. Номинальные потоки дисконтируются с помощью номинальной ставки. Нужно выбрать конкретную ставку или рассчитать ее, да, то есть всегда по-разному. Но вообще в разделе именно задач по инвестициям, там, как правило, либо очень упрощенный расчет, мы сегодня как раз это посмотрим, либо дается несколько вариантов ставки, и нужно выбрать корректную. То есть непосредственно расчет средизвестной ставки ВАК – это уже достаточно огромный кейс, это отдельная задача, которая идет следом в теме по финансированию. Но небольшой расчет, он, в принципе, может быть, да, то есть мы как раз сегодня, скорее всего, это немножко, как раз этого коснемся, вы увидите, что там ничего страшного нет. Также необходимо учитывать инфляцию, она возводится степень про расчеты на несколько лет. Несколько лет, как пересколько лет, всегда будет дано задача, на какой период делать расчет. То есть, например, проект длится 5 лет, проект длится 4 года, да, то есть, и следует помнить, что инфляция, она применяется для денежных потоков с первого же года, то есть, ошибку не допускаем, то есть, она не применяется только для первоначальных инвестиций, да, потому что в 95% случаев первоначальные инвестиции, они требуются именно до реализации проекта, до старта. В реальной жизни может быть такое, я думаю, что, может быть, и вы тоже с этим сталкивались, да, когда инвестиции нужны не только в самом начале, но где-то в середине, да, например, или там 50 на 50 инвестируются, или там ежегодному требуются какие-то инвестиции, да, то есть, естественно, что это все возможно, это все тоже так же модель денежных потоков можно закладывать, да, но именно в ССИ задачах, как правило, все инвестиции, они делаются до старта проекта. Я, безусловно, покажу, каким образом учитывать, если проект требует, например, инвестиций в течение всего срока, да, или в течение, там, первых трех лет, ничего сложного в этом нет, но именно в ССИ задачах, вот, сколько мне не попадалось, всегда в самом начале все требуют. Налоговый вычет по амортизации учитывается в денежных потоках просто потому, что меняется сам уплачиваемый налог на прибыль. И также нужно следить за тем, когда происходит уплата налогов в условиях сдачи. Иногда уплата налогов происходит, грубо говоря, период в период, а чаще всего происходит сдвиг на год. В этом случае что может возникнуть, да, то есть, например, проект 5 лет, отсрочка год по налогу, да, то есть каждый год рассчитывается налог, налог там на прибыль, и, соответственно, уплачивается он уже со сдвигом в один год, и даже если проект, например, идет 5 лет, то может случиться такая ситуация, что на 6-й год налог на прибыль все еще платят, хотя проект завершен. Но, в принципе, этого не нужно бояться, это, я думаю, что, как бы, всем понятно, это, в принципе, логично, но главное все это правильно учитывать в правильных периодах и не бояться того, что проект завершен, а какие-то денежные потоки еще происходят, такое вполне может быть. Ну и, конечно же, игнорировать нерелевантные расходы. Что такое нерелевантные расходы? Ну, те расходы, которые компания понесла бы независимо от реализации проекта, да, то есть независимо от принятия решения о реализации проекта, наверное, было бы правильно и так сказать. Примером нерелевантных расходов вам может быть, например, если компания провела там, какое-то там маркетинговое исследование, да, то есть рынка, да, и она вообще независимо провела эти расходы, пошла бы она в проект, не пошла бы в проект, да, ну, например, маркетинговое исследование по тому, какие ниши наиболее, как бы, привлекательны сейчас, да, то есть расходы понесены, но вроде как не совсем они относятся к проекту, да, то есть конкретно этому. И от этого, может быть, там не до конца, не только от этого зависело, идти в проект или нет. Расходы считаются нерелевантными и, в общем-то, они исключаются из модели. Это не грубая ошибка, да, но, в общем-то, не так часто не встречаются в задачах, но, как бы, она может быть. Естественно, что если вы ответите неправильно, что-то отминусуется, да, то есть в любом случае. Но еще раз повторюсь для всех студентов, да, что, грубо говоря, в задачах раздела С, чаще всего вот эта вот задача, она идет как отдельная задача раздела С на 20 марок, ну, да, на 20 марок, то здесь очень важно, что где-то, даже если вы в одном месте ошибетесь, да, вот в одном, где-то в каком-то расчете, то дважды вас не оштрафует экзаминатор, да, то есть если в остальном все верно, то есть, ну, если даже вы пришли к неверному значению, чисто определенной стоимости, да, потому что ошиблись, например, в расчете налогового вычета, вам вычетут марки только за налоговый вычет, а за чисто определенную стоимость, кого уже вычетать не будут. Ну, то есть здесь тут правило, грубо говоря, одной ошибки внутренней, да, то есть здесь более-менее вот в этом плане хорошо. И более того, и как раз-таки, когда мы будем проходить уже МОК, да, то есть будем смотреть маркировку студенты, там можно будет, я буду рассказывать о том, где, кто потерял сколько марок, да. Ну, естественно, что может быть ситуация, что вы соберете абсолютно все марки, ну, крайне редко бывает, ну, такое тоже возможно. Соответственно, наиболее частые ошибки, которые встречаются, естественно, что я на них делаю фокус заранее, но и по итогам МОКа тоже мы как бы их все смотрим, разбираем и, в общем-то, делаем выводы. Это вот основное, да, то есть, естественно, что могут быть еще какие-то нюансы. Здесь я вывела наиболее часто встречающие такие кейсы, которые могут быть на экзамене, да, то есть какие-то более подробные нюансы уже будут на самом курсе, когда мы будем решать задачи, и уже там будут определенные вопросы возникать. В каждой задаче есть какие-то особенности, есть какие-то фишки, которые как бы следует учитывать, да, то есть, ну, мы основные как раз их все разберем по ходу. Ну, и от слов к делу, да, сегодня мы разбираем задачу из учебного курса. Естественно, что я чуть-чуть ее модифицировала, чтобы нам было интересно, я добавила в задачу несколько тестовых вопросов на закрепление результатов, на закрепление знаний. Прежде всего, про условия задачи. Вот как обычно даются условия задачи и каким образом вообще подходить к решению. Ну, вообще, как бы странно это ни звучало, часто я рекомендую студентам, помимо того, чтобы изучать сразу условия, смотреть, а что требуется. Почему так, да, ну, чтобы вы более уже внимательно изучали теоретический материал. Поэтому я, пожалуй, перейду на другой слайд и почитаем условия. Нужно найти, прокомментировать ошибки, допущенные помощником бухгалтера. То есть будет дана вам отдельная таблица с ошибками, да, то есть нужно будет посмотреть, в чем ошибся помощник бухгалтера. Что он рассчитал неправильно в модели. Один из пунктов – это рассчитать корректную чистую градионную стоимость проекта и определить, должен ли быть данный проект принят для реализации. Это вот, видите, там, 12 марок и окейс. Ну и, собственно, теоретическая часть – обсудить проблемы, возникающие при проведении инвестиционной оценки в следующих областях. Активы с циклами замены, инвестпроект, несколько внутренних номер доходности и бизнес-риск инвестпроект сейчас отличается от бизнес-риска инвестиционного проекта с текущими операциями. Ну вот здесь вот видно, что, грубо говоря, теоретическая часть, практически она практически разделена 50 на 50. Так, 12 и 13 марок. Я рекомендую, наверное, если задачу такую увидеться на экзамене похожую, начинать с расчета корректной чистой приведенной стоимости проекта и потом уже смотреть, видя правильное решение, уже смотреть, нужно принимать проект, что было бы решено неверно. То есть вы сравниваете неверное решение с верным решением и что-то уже для себя фиксируете. То есть это как бы моя рекомендация, естественно, что вы можете идти тем путем, который для вас более предпочтительен. Например, если вы смотрите и уже точно видите какие-то ошибки, то есть вот, например, первая часть, она выглядит таким образом на экзамене. То есть уже дан заполненный шаблон, и нужно описать, какие ошибки на 5 марок, я думаю, минимум 5 ошибок, скорее всего, здесь допущено, что не так в этом расчете. Довольно-таки сложно ответить на этот вопрос, если не видите правильное решение, то нужно будет перепроверять, это просто будет быстрее. Если вы решите правильно, а потом сверите свой как бы правильный вариант с тем, что получилось у помощника бухгалтера. У него получилось, что проект должен быть отклонен. Отрицательная чисто приведенная стоимость. Но мы предполагаем, что, скорее всего, ошибки есть, раз дано такое условие. И в чем именно он ошибся, как раз-таки нам предстоит узнать. Сразу скажу, что в рамках нашего курса, чтобы было интереснее, чтобы проверить, насколько вы усвоили этот материал, который я вам дала, я добавила сама некие тестовые вопросы. Давайте по ним быстренько пройдемся. Они очень простенькие. Я думаю, что они не составят у вас труда на них ответить. Я тогда прошу вас в чате писать... Ну, я поделила, что примерно 5 ошибок, потому что 5 марок. Ну, как бы это не 100% точно, то есть их может быть там больше. Но, как правило, около 5 ошибок точно должно быть. Но, я говорю, 100% точности нет. Но чем больше вы найдете ошибок, тем как бы лучше. Бывает такое, знаете, тоже на экзаменах, что, грубо говоря, экзаменатор просит найдите 3 ошибки. Найдите 3 ошибки, хотя вы видите, что ошибок действительно больше. Иногда он говорит конкретное число, сколько ошибок ему нужно. Ну, я всегда рекомендую писать, даже если вы видите 3 ошибки, с запасом еще какую-нибудь ошибку, потому что, может быть, он что-то не сочтет, как ошибку, или что-то не засчитает. То есть всегда писать максимально, но учитывать фактор времени. Фактор времени – это 1 марка 1,8 минуты. Ну, примерно 2 минуты, чуть-чуть поменьше. То есть, грубо говоря, на эту задачу, если она встретилась вам на экзамене, на эту часть, у вас должно было уйти где-то меньше 10 минут, это 8-9 минут. То есть довольно-таки быстро нужно отвечать. Но, опять же, это не так сложно, если у вас было бы готовое решение. Итак, ну мы сейчас быстренько пройдемся по тестовым вопросам. Я прошу в чате тогда писать, какой вариант ответа вам кажется правильным. То есть, тестовые вопросы по этой задачке. Что следует включать в расчет чисто проведенной стоимости инвестиционного проекта? На ваш взгляд, когда мы считаем денежные потоки, выключать амортизацию, налоговое вычисло амортизации, то и другое, ни то, ни другое. Какой ваш вариант? Угу, B. Так, B. Вижу, что B. B. Ну, отлично. Вижу сразу, что... Да, вы внимательно меня слушали. Или вы уже готовились до... Здорово. Да, вижу, что... Молодцы. Я рада, что вы единогласны в своем решении. Сидно, нужно учитывать налоговую вычиску амортизации. Амортизацию нужно исключать. И как раз вот в шаблоне этой задачи, которую я вам показывала, амортизация, она включена в денежный поток, поэтому, ну, как бы, это не совсем правильно, да? То есть... Я рекомендую ее... То есть, я рекомендую налоговую вычиску амортизацию сегодня, я это покажу вам на демонстрации. Рассчитывать вообще отдельно. И не включать шаблон, чтобы не запутаться. То есть, там могут быть два варианта презентации. Второй вариант я вам на всех случаях покажу, потому что СИСЕ его тоже дает. Но, чтобы не путаться, все-таки я рекомендую рассчитать его отдельно. То есть, амортизацию вообще как бы не включать и не путаться с самим. Вот. Потому что на этом вопросе студенты иногда теряются. Так, идем дальше. Какую ставку взять в формулу для дискомпирования денежных потоков? Был дан формулу... Я имею в виду формулу для знаменателя, да? То есть, для знаменателя общий уровень инфляции из задачи 4,7%, ставку привлеченного кредита 10%, среднеизвестную стоимость капитала 7%, либо нужно среднеизвестную стоимость капитала корректировать на инфляцию. Какой вот вариант? Это вопрос посложнее. Я имею в виду здесь формулу для знаменателя этой формулы. Там 1 плюс процент, да? То есть, 1 плюс 4,7%, 1 плюс 10%, 1 плюс 7% и, соответственно, вот скорректировано. Так, я вижу вариант D. У кого еще какие-нибудь есть варианты? С я вижу вариант. Так, именно С. В. Так, вот здесь уже у нас много версий. D, я вижу. Это вопрос посложнее. То есть, он такой уже более сложный. И более того, экзаменатор может так делать. Он может несколько путать. Он может несколько путать и давать несколько ставок. И давать несколько ставок, чтобы студенты как раз-таки запутались, да, и выбрали не тот вариант, ошиблись как-то, да. Ну, не то, чтобы он специально хочет, чтобы ошиблись, он хочет проверить как бы знания, насколько студентам. Минимум два варианта всегда в даче есть. Либо один, либо другой, либо комбинированный. Так, ну, я вижу, что все-таки больше, по-моему, как раз-таки вариантов у нас D. D пришло в варианты. И на самом деле вариант D, он как раз-таки и правильный, да. Что мы здесь делаем? Среднедвежную стоимость капитала мы приводим его к номинальному выражению. Соответственно, мы корректируем его на общую инфляцию, которая расставляет 4,7%. Общий уровень инфляции по-разному он учитывает этот задачек, да. Иногда, да, когда я с общего уровня инфляции говорила, что он используется и для выручки, и для переменных затрат, и для постоянных расходов. Иногда для каждого вида доходы, расходы постоянный свой уровень инфляции. То есть это бывает по-разному. Но, грубо говоря, инфляция никогда не является непосредственно сам по себе фактором дисконсирования. То есть, в принципе, такого варианта и не было среди вас. Далее, ставка привлеченного кредита. Как раз-таки задача у помощника бухгалтера он взял ставку привлеченного кредита. Это одна из тех ошибок, которые он допустил. 10% не нужно было брать. А почему? Потому что, грубо говоря, всегда проект реализуется не только за счет заемного капитала, но участвует еще и собственный капитал. То есть нужно рассчитывать среди наследственную стоимость капитала. И частично, грубо говоря, в этой ставке он будет участвовать. То есть мы будем проходить, что стоимость собственного капитала зачастую является дороже, чем ставка привлеченного кредита. То есть обычно, если кредит 10%, то среди наследственная стоимость капитала выходит дороже. То есть на выходит дороже. В этом нашем случае правильный ответ – это именно D. Да, Светлана, добрый вечер. И здесь мы стоимость капитала приводим с учетом уровня инфляции. Как раз-таки это как раз тот пример, когда небольшой расчет, он необходим. То есть даются разные ставки. Нужно выбрать либо какую-то ставку уже из имеющихся, либо ее каким-то образом модифицировать, рассчитать. В нашем случае среди наследственная стоимость капитала рассчитывается. То есть как понять, нужно рассчитывать или нет, нужно корректировать или нет, смотреть в слово номинальное. То есть если дана номинальная ставка, то, как правило, ее корректировать уже не нужно. То есть если мы считаем все в номинальном выражении, то мы берем просто номинальную ставку и ее не корректируем. В условиях задачи их не было слово номинальное, то есть поэтому нам пришлось несколько ее модифицировать. Идем дальше. Идем дальше. Так, D, я вижу, Ахан, два варианта D. Так, я смотрю, кто у нас победит сейчас. То есть они формируются непосредственно по оплате, да, то есть поэтому и включать в последний год их как бы тоже неправильно, да. Но на самом деле правильный ответ это D. Вот я смотрю, трое нас человек ответило, да, это нерелевантные расходы, постоянные расходы. Это как раз-таки пример, как я приводила, которые, собственно, ну как маркетинговые исследования, грубо говоря, да, то есть там они разработали, но это, в общем-то, является нерелевантным расходом. Нет, они включают первоначальную стоимость проекта, вот, то есть это тоже такой вопрос. Ну, я повторюсь еще, что в СССР много таких достаточно хитрых вопросов и неоднозначных, то есть здесь нужно очень внимательно читать как бы формулировки, да. Правило, если есть моменты и с подсказками, есть моменты, которые, с которых, ну, там можно запутаться, да, и поэтому вот как раз эти всякие хитрости, тонкости формулировки мы их на курсе как раз-таки разбираем, потому что вот на такой, вроде бы такой простой вопрос, да, оно вот вызывает некую неоднозначную реакцию, то есть каким образом все-таки их учитывать на эти стояные расходы. Не зависит от нашего решения. Ну, до реализации проекта действительно, да, это важно, да, то есть это такая, как элемент подсказки, то есть, грубо говоря, это вот мы что-то разрабатывали, да, то есть приняли решение, что да, там, идем в проект, да, но могли бы как бы не, то есть мы в любом случае, то есть эти расходы были понесены независимо от того, что проект, ну, подпустился проект или нет, да, то есть это, ну, то есть это, ну, там, собственники решили. Решили, там, что-то протестировать, разработать, понять, там, хорошо, плохо, да, но это не влияло бы точно на непосредственно связанность проекта, там, вот, так что вот этот момент, будьте тоже внимательны на экзамене, то есть читайте формулировки очень аккуратно. Поэтому фраза до реализации проекта, кстати, но важна, Светлана, права, такая некая подсказочка. Ну и вопрос четвертый. Финансовые расходы при оценке инвестиционного проекта. Первое. Никак не учитываются. Б. Учитывается только в случае реальной оплаты, то есть если мы не просто взяли кредит, но и конкретно платили в этом периоде. Учитывается отдельной строкой при любом раскладе и учитывается через ставку дисконтирования. Так, я вижу вариант А. А, вот да, да, я вижу, то есть, ага. Д, Б я вижу, в случае реальной оплаты. Какие еще варианты? Так, Д, Б. Так, у нас тут два варианта, я вижу, А, Б и Д. А, я вижу, угу, вариант. Д. Ну да, здесь тоже вопрос, как бы он такой хитростью. Да, да, у помощника бухгалтера задачи, вот я вам, конечно, все пролистали, да, то есть мне не будет долго, мне надо попрощаться. Финансовые расходы вынесены отдельной строкой. И это является ошибкой, это является ошибкой в модели, да, то есть отдельной строкой финансовые расходы не выносится. Но финансовый расход, он учитывается, грубо говоря, через ставку дисконтирования, да, то есть у нас в нашем, в нашем, это 10% ставка по кредиту, да, то есть и средизвешенная ставка финансирования, которая является ставкой дисконтирования в нашем случае, она входит, эти 10% они туда включены, грубо говоря. Да, то есть когда мы дисконтируем, мы эти финансовые расходы в модели учитываем, но учитываем не отдельной строкой, а учитываем через ставку дисконтирования. Поэтому здесь, наверное, правильный ответ это D. Вот сказать, что они как бы никак не учитываются, наверное, не совсем правильно, но он не учитывается отдельной строкой. То есть вот если вы видите, что финансовые расходы вынесены отдельной строкой, это как бы неверно. И даже не зависит от того, оплачено это или не оплачено. То есть для целей модели инвестиционной это значение не играет. Поэтому правильный ответ здесь, скорее всего, D. Ну, или там, например, я все увидела, что А она написала, что никак не учитывается, потом скорректировалась. Да, то есть вроде бы как А тоже подходит, но более точно, наверное, это ответ именно D. Через ставку дисконсирования финансовый расход учитывается. То есть так, но не учитывается отдельной строкой. Ну и, конечно же, последний, наверное, вопрос. Пятый, перед решением задачи. Как считается амортизация для расчета налогового вычета? Вот, есть ли у нас какое-то правило? Это всегда метод уменьшаемого остатка или всегда линейным способом? Либо все-таки зависит от условия задачи. Так, ну я вижу C, C, C. Да, отлично. Здесь у нас полная единогласия. Действительно, ответ от условия задачи, то есть будет попадаться и такой, и такой вариант. Естественно, что задача с линейным способом она более простая. Метод уменьшаемого остатка чуть-чуть посложнее. Но, с другой стороны, за нее отдается и большее количество баллов. Поэтому не стоит пугаться или расстраиваться, если у вас попался метод уменьшаемого остатка. То есть достаточно несколько раз потренироваться. Мы сегодня даже сейчас потренируемся его решать. И вы увидите, что если запомнить алгоритм, как его рассчитывать, как его учитывать в модели, то там абсолютно нет ничего сложного. Поэтому, как бы, здесь не стоит беспокоиться. Ну и, соответственно, тогда переходим, наверное, к решению. То есть я сейчас буду делать демонстрацию экрана в Excel и покажу, каким образом все-таки решать эту задачу. То есть мы разобрали основные ошибки, и сейчас мы порешаем задачу. И мы обязательно выясним, какие еще ошибки допустим. Потому что основные разобрали, но еще некоторые ошибки остались. Запись себинара, я думаю, что будет. Да, естественно, вам поделится с вами Лия. Отвеченный вопрос. Так, наверное, после я отвечу вам. То есть либо сейчас вам Руслан ответит, либо уже после того, по демонстрации. В конце, если можно. Хорошо. А я пока поделюсь. Так, поделюсь экраном. Смотрите, в самом начале у меня таблица скопирована. Это ошибочная таблица, да, то есть я ее скопировала, чтобы потом сравнить с полученным решением. То есть пока на нее не обращаем внимания, она просто скопирована нам для удобства. С чего начинается решение задачи? Да, то есть я всегда рекомендую сделать некий шаблон. Причем шаблон, он обычно такой стандартный, да, то есть и его как бы легко запомнить. Здесь, собственно, количество лет, на которые рассчитан проект, даже здесь плюс один, плюс один год. Потому что как раз-таки по словам задачи идет подсрочка платежа на один период. Да, то есть и проект, ну, платежи сдвигаются. Что здесь еще можно сказать? Ну, денежные потоки, переменные затраты, маржа, постоянные затраты, денежные потоки до налогообложения, налог на прибыль, вычет амортизации, реализация лома, денежные потоки до дисконтирования. То есть вот такая таблица, да, то есть очень хорошо, очень важно ее вам будет запомнить и иметь распроизвести на экзамене. То есть здесь у меня уже потянуты формы для ускорения, да, то есть мы как раз во время курса, кто будет участвовать. Соответственно, мы ее как бы будем часто использовать, да, вы ее точно запомните. Что здесь? Что здесь? Здесь она пока не заполнена, да, то есть я рекомендую ее в самом начале рисовать, да, и уже внизу делать некие, как мы называем, примечания, да, ноты, да, то есть, соответственно, например, первое, да, то есть первое. Далее. Это у нас переменные затраты, да, мы их отдельно рассчитываем. Переменные. Даже здесь можно поставить, так будет удобнее. Примечания. То есть это не обязательно, но как бы презентация, она тоже важна, мы об этом будем говорить много достаточно, да, чтобы было экзаменатору понятно при проверке. Я рекомендую всегда вот эти вот небольшие такие вот примечания, да, делать сноски, где непосредственно можно найти расчет. Для чего это делается? Опять же повторюсь, в основном это нужно для того, чтобы, если где-то ошиблись, да, чтобы экзаменатор мог быстро перейти и понять, где происходит ошибка, чтобы дважды вас не штрафовать. Если он не разберется в вашем решении, то он просто как бы много чего не засчитает. Поэтому в ваших же интересах, чтобы это было все красиво и прозрачно. Более того, когда я сдавала экзамены, я сдала все экзамены с первого раза в свое время, у нас была всегда такая легенда, нам говорили преподаватели, что если все оформлено красиво, очень аккуратно, то минимум марку за презентацию тоже могут дать, такой бонус, но эта марка, она может быть решающей. Поэтому я всегда старалась как раз таки, чтобы все было красиво. Что я здесь делаю? Буду как раз комментировать. Объемы продажи у нас даны в условиях, да, я их всегда поставила, да, то есть цена тоже дана в условиях. И также было дано, что инфляция по выручке составляет 5%. У меня своя инфляция, общую инфляцию мы не берем здесь, да, то есть мы используем только инфляцию для выручки. Также важным фактором, который тоже следует вам запомнить, что мы не просто берем инфляцию и умножаем на цену и на объем продаж, мы эту инфляцию, учитываем временную стоимость денег, подходит в степень, как раз сегодня покажу вам, как это делается. То есть у вас в экзамене будет доступен Excel для решения задачи вида C, поэтому формулы все у вас, ну, как бы они простые, мы их как бы быстро изучим и, в общем-то, вы сможете это все легко достаточно воспроизводить. Здесь мы берем цену, умножаем на инфляцию, да, и возводим степень, ну, грубо говоря, степень, так, может быть, получаем 12,6. И далее вот удобная функция такая есть, я вам сейчас покажу, закрепить, да, и протянуть, соответственно, протянуть формулу, да, таким образом, чтобы здесь мы получаем цену с счетом инфляции, да, то есть здесь умножается на второй период, да, то есть возводится там вторую степень, здесь возводится в третью степень, то есть мы берем один плюс процент инфляции, и ее, собственно, возводим в третью, в четвертую степень. Таким образом получаем цену за каждый период, да. Далее мы просто, ну, это достаточно просто, ничего, волшебства никакого нет, будем продаж умножать на инфляционную цену, получаем объем продаж, ну, в данном случае у нас в долларов, да. И уже вот эти значения, они же потоки от реализации проекта, они у нас затягиваются вот в эту таблицу, от срочек, деньги получаем мы день в день, то есть от срочки сдвигать здесь нет, по условиям задачи, поэтому все это вот так вот ставится в эту красивую таблицу. Далее рассчитываем переменные затраты. Здесь тоже все просто, логика та же самая, да, мы берем значение переменный расход, умножаем на инфляцию и возводим в степень, это вот здесь шестой на уровне 6, такая птичка, я думаю, вы ее запомните хорошо. Так, соответственно, мы протягиваем далее. И получаем объем продаж, ну, всем переменные расходы, переменные расходы в долларах, да, непосредственно. То есть здесь у нас переменный затрат на единицу в счетом инфляции, а здесь, соответственно, уже тоже все это подтягивается в нашу красивую таблицу, и уже считается маржа. Ну, валовая прибыль и маржа, цель издать одно и то же, здесь оно как бы уже автоматически считается. Постоянные затраты. У нее здесь тоже, как мы уже, всего постоянные затраты были в размере 500, но мы, как с вами уже все это поняли, да, что мы исключаем. Исключаем 200 тысяч, потому что они являются нерелевантным расходом, и, соответственно, у нас в расчете не участвуют. Так. Тоже здесь подтягиваем формулу, получаем постоянный расход, тоже у нас заносится в таблицу. Ну, тут вот знаки, да, плюс и минус, денежные потоки налогообложения рассчитываются, и налог на прибыль, обращая ваше внимание, да, о чем мы говорили с вами, что он считается 30-процентная ставка, во-первых, это давно в условиях задачи, и считается он со сдвигом. То есть проект, условно говоря, рассчитан на 4 года, но на 5-й год мы все равно продолжаем его платить. Что еще нужно занести в таблицу, да, ну, инвестиции первоначально, они должны в условиях даны за 2 миллиона долларов, и, соответственно, есть условия, что в конце проекта реализуется лом, постаточная стоимость, ну, не постаточная, а цена реализации 250 тысяч, да, то есть я здесь это тоже как бы заношу в нашу таблицу, это денежные поступления, да, тут у нас инвестиции, они как бы расход, но у нас вот здесь вот будет все это учтено. Что еще здесь необходимо учить? А, вычет по амортизации. Вычет по амортизации, а у нас для этого отдельная таблица, сноску тоже мы здесь делаем, вот я же здесь для налога на прибыль, я сейчас гляну, так, более понятно, да, то есть каким образом здесь это все рассчитывается. Ну, тут у меня уже завязаны формулы, да, то есть я же подготовилась к решению этой задачи, да, то есть каким образом здесь работает эта формула. 25% уменьшаемый остаток, да, то есть что это значит, что в первый год все просто, мы берем там 25% от первоначальной стоимости, показывает анкляцию, да, то есть формула. Налоговый вычет, он рассчитывается как 30% от этой группы амортизации. А на второй год уже расчет берется следующим образом, да, то есть мы берем первоначальную амортизацию, да, то есть умножаем опять на 25%, тоже считаем 30%. По аналогии третий период тоже берем сумму, да, то есть умножаем на 25%, уменьшаемый остаток. Налоговый вычет считается как 30%. Четвертый период уже, тут важно что понимать, да, то есть что так можно его очень долго амортизировать, но срок проекта 4 года, соответственно полностью объект, он должен быть самортизирован именно за эти 4 года. Как я рекомендую проверять, да, то есть я рекомендую делать следующую проверку, да, что, грубо говоря, у нас он должен, грубо говоря, вот это вот значение, которое мы получаем за 4 периода, это остаточная стоимость, то есть это первоначальная стоимость для минусов стоимости лома, да, то есть это 2 миллиона долларов минус 250 тысяч, то есть 1 750 аборционные отчисления должны составлять именно эту сумму за 4 периода. Ну и налоговый вычет это 30% от каждого года. Соответственно, мы этот налоговый вычет отдельно учитываем в таблице, при этом обращаю ваше внимание на что, что также действует система отсрочки платежей, да, то есть сдвиг на год происходит, это первое, и второй момент, что налоговый вычет, он берется с другим знаком, да, то есть налог на прибыль, как мы понимаем, это считается с дохода, да, то есть вычет он этот, то есть налоговый прибыль, налоговый прибыль это расход, а вычет он этот расход уменьшает, поэтому обращаем внимание, что знак здесь другой. Надо ли это объединять? То есть в принципе можно объединить и налог на прибыль поставить в мета сумме, да, за вычет, там, скорректированный на вычет, я рекомендую показывать отдельной строкой, мне кажется, такая презентация, она более, ну, такая, скажем так, презентативная и более удобная, то есть я рекомендую показывать именно так. Далее, реализация лома 250 тысяч, обращаю внимание, что продается объект, ну, этот объект оборудования, оно продается в конце именно четвертого года, да, то есть на пятый год у нас приходят только налоговые платежи, вот, само оборудование, оно как бы продается в конце четвертого года. Ну и, конечно же, важный момент – это расчет ставки. Мы уже в нашем примере рассчитали ее, да, то есть мы умножили 1,07 на 1,047. 1,07 – среднодвижная ставка финансирования, и мы ее корректируем на общую инфляцию, да, 1,047. Мы перемножаем одно в другое, получается примерно 1,12. Что мы с этим делаем? Мы делим 1 на ставку в нашем случае, да, то есть и здесь уже действует та же система, да, то есть мы возводим, ну, здесь, грубо говоря, мы возводим первую степень, да, то есть ничего не меняется, да, то здесь мы уже возводим вторую степень, полученное значение, ставку дисконтирования, здесь мы возводим в третью степень, третий год, четвертый год тоже дисконтируем, и, соответственно, пятый год у нас тоже происходит дисконтирование, да, то есть уже в пятую степень возводим. После дисконтирования денежные потоки, ну, рассчитываются довольно-таки просто, да, мы умножаем денежные потоки до дисконтирования на ставку дисконтирования. Собственно, получаем приведенную стоимость платежей, да, то есть это 4,246, я занесла в эту отдельную табличку, стоимость инвестиций, ну, грубо говоря, это 4,246,000, инвестиции 2 миллиона долларов, MPV, чисто определенная стоимость, рассчитывается как разница, да, то есть 2,2 миллиона долларов. Что здесь, какой здесь можно сделать вывод, да, то есть обязательно я рекомендую писать, что проект принимается, вот так, секунду, проект принимается, так как чистая приведенная стоимость выше нуля. Вот, то есть, грубо говоря, казалось бы, очевидно, да, классный проект, нужно его принять, да, но если этой фразы не будет, действительно, у вас могут там, одну марку могут с вас снять, то есть вот это вот такая вроде бы мелочь, и вроде бы она очевидная, что как бы это и так понятно, что хороший проект, но всегда вот, даже если это просто практический вопрос, да, то есть нужно обязательно сделать вывод. Коротенький, одно предложение, но вот приятно, может получить марки, или наоборот, их можно не получить, если этого не сделать. А теперь мы как раз-таки смотрим, что же получилось у стажера, да, то есть мы сравниваем вот наше правильное решение, сравниваем с тем, что получилось у стажера, и видим, например, что валовая прибыль у стажера рассчитана некорректно, да, то есть здесь можно так и написать, что валовая прибыль определена некорректно. Скорее всего неправильно применена инфляция, да, то есть, ну, там можно здесь проверить, каким образом, да, то есть мы видим, что расчет, он явно как бы является неправильным, поэтому это вот ошибка, что она определена неверно, да, то есть вероятно, можно сказать, что скорее всего это произошло из-за того, что неверно применена инфляция. Далее, постоянные расходы. Ну, здесь мы видим, что как раз-таки эти расходы нерелевантные, они были включены, да, то есть это ошибка. Расходы нерелевантные, нерелевантные расходы включены в расчет, да. Вторая ошибка. Амортизация. Не следует учитывать в инвест-проекте. Далее, финансовые расходы также не следует учитывать отдельной строкой. Она заложена в ставку у нас. Дисконтирование. Далее, налог на прибыль. Каким образом? Рассчитан налог на прибыль, нездвиг. Есть. Так, каким образом, да, здесь его. Ну, вот, да, я специально для себя расчет проверила. Ну, то есть, да, просто 30% от 30% от прибыли до налогообложения взял, да, то есть здесь, естественно, участвует как раз-таки амортизация, да, вот. Ну, обращаю ваше внимание, что амортизация везет линейным способом, да, то есть можно писать, что налог на прибыль рассчитан в неверном. Неверном. И налоговый вычет учтен линейным способом. Нужно уменьшаемого остатка. Так было в условиях задачи. Далее. Ну, вот, хорошо, что вот лом, правильно, да, учтен, это, в принципе, плюс. Денежные потоки после налогообложения. Ну, и дисконт, дисконтирование 10%, а ставка дисконтирования некорректная. В принципе, даже мы здесь нашли больше ошибок, даже вот 6. Ну, в общем, нет ничего, нет как бы страшного, да, ничего, что если у вас вы нашли больше ошибок, чем, грубо говоря, думали изначально, да, то есть это, наоборот, всегда в плюс, да, то есть главное, чтобы вы укладывались по таймингу. Тем более, как вы видите, что эти ошибки, ну, не так уж и сложно решить вот эту вот задачу, да, разобрать, если у вас есть перед глазами правильный вариант. То есть если бы изначально искали ошибки, а потом разрешали задачу, то вы бы потратили на это большее количество времени, поэтому как раз-таки я рекомендую вот задачи с ошибками, они бывают достаточно часто. Я считаю, что это такой некий подарок студенту, да, потому что с ошибкой ошибки разобрать легко, если вы умеете сами правильно решать, то есть это как дополнительные марки, причем достаточно легкие. Но главное, чтобы тоже учитывать этот тайминг, да, то есть не зависать над неправильной задачей, пока вы сами правильно ее не решили. Просто вы потеряете больше времени, там, и как бы это учитываете на экзамене. Вот, что касается... Я тогда вернусь к вам и, соответственно, вопросы посмотрю, какие у вас есть, если они у вас есть по этой задаче. И, может быть, не только по этой задаче, потому что, в принципе, мы сейчас как раз-таки уже будем... Ну, то есть моя часть вступления, она заканчивается. И я перехожу уже к вашим вопросам, если они есть по этой задаче либо правильных функций или важно просто получить правильный расчет. Смотрите, здесь тоже важное... Здесь, кстати, я про шишки говорю. Тут, наверное, важно уточнение правильной функции в Excel, что это значит, да, потому что, грубо говоря, если вы, например, не используете степень, да, забыли, например, на экзамене, как степень используется, но вы все равно получили правильное значение, например, вам нужно в третью степень возвести, да, это нужно значение умножить на значение три раза, да, то есть, ну, как бы умножили три раза значение, да, то есть, и получили, грубо говоря, там, ставку необходимую дисконтирование или там необходимую там ставку ценную инфлированную, да, то есть, это не является ошибкой, да, то есть, забыли функцию, То есть если вы сможете выйти на правильное значение, но другим способом, то почему бы и нет. Более того, на экзамене у вас будет доступна таблица дисконтирования. То есть вы можете найти эти значения дисконт не через формулу, а по таблице дисконтирования. То есть зная там ставку, грубо говоря, что ставка дисконтирования 12%, на четвертый год вы в таблице ее в принципе сможете найти, если вам так будет удобнее. Но я просто показываю, как это решать в Excel, по какой причине. Потому что в реальной жизни не всегда удобно, я все же надеюсь, что вы эти знания будете использовать на практике, что в реальной жизни неудобно с собой носить таблицы дисконтирования. То есть гораздо проще научиться их воспроизводить в Excel и, соответственно, этим пользоваться и на экзамене, и в жизни. Был такой вопрос у меня на прошлой группе, очень студенты волновались, что, в принципе, могут получаться немножко разные значения. Если считать самому в Excel таблице, либо пользоваться таблицей дисконтирования. Есть, естественно, что определенный вариант, определенный момент с округлением, да, то есть там округляетесь до четвертого или до пятого значения. Но здесь я не рекомендую вам на этот счет волноваться, да, потому что за ошибку округления, во-первых, там разница может одна-две тысячи долларов быть, да, то есть именно в таких задачах, которые 20-марочные, да, то есть за это вообще не будут штрафовать, это точно, да, то есть если вы все решили правильно, но у вас там из-за округления, там по дисконтированию чуть-чуть, получается другой опять с экзаменатором, то штрафовать вас за это не будут. Поэтому здесь, ну, каждый придерживается своей версии точки зрения, но прошлая группа, они приняли решение, что все-таки будут сами рассчитывать ставку, как я им показала. Ну, собственно, пользовались именно этим. Сначала кто-то пользовался таблицами дисконтирования, но потом уже там, от таблицы многие отказались, потому что они приняли решение, что это не очень удобно. Так, на прошлое, как уложиться? А сколько у вас получилось? Если не секрет, именно, много не добрали баллов. Вот, 48, да, очень обильно. Как собрать легкие баллы? Ну, я бы все время рекомендовала, конечно, максимально уделять внимание теоретической части, да, то есть вопросам. То есть в них, ну, по моей, ну, по моему опыту, да, то есть особенно у студентов, ну, грубо говоря, там теоретическая часть, она, не знаю, предполагается, что 7 марок нужно написать, да, и студенты, они, вот, когда мы тренировались, да, создавал домашнее задание, мог мы тренировали писать, студенты пишут правильно, да, но пишут, грубо говоря, два предложения. Я говорю, ну, это как бы правильный ответ, все, как бы не придраться, но за два предложения коротких не дадут 7 марок, да, то есть такого не будет. И поэтому, во-первых, я рекомендую очень с таймингом подружиться, да, то есть я рекомендую, когда вы готовитесь к экзамену, решать задачи на время. И вот 1,8 на 1,8 марок, да, на 1,8 минут на 1 марку, это время максимальное, да, то есть вы должны понимать, что вы уже не успеете пройтись и заново сделать некий ревизион пройденного, да, то есть досмотреть, пересмотреть. То есть вы должны идти, по идее, с опережением, там, стараться, там, целиться полторы минуты на 1 марку, да, вот, вот, какой-то такой более KPI себе закладывать, да, чтобы успеть, вот, как это время было, вот, пройтись, вернуться и так далее. Легкие марки, это вот, когда вы пишете такие короткие комментарии, да, вот, например, про чисто произведенную стоимость, что проект принимается, потому что он, как бы, больше нуля. Вот, легкая марка, безусловно, да, но иногда студенты забывают об этом писать, просто теряют на этом марке. Там, презентация, да, я, как бы, уже об этом сказала, ну и, конечно же, с тестами вы ничего не сделаете, да, то есть либо вы ответили правильно, либо вы неправильно ответили. Здесь, как бы, ну, в этом плане бесполезно, такой элемент удачливости тоже есть, вот, но именно с задачами, где, вот, раздел С, то тут, конечно, надо учиться, в том числе и писать, там, теорию, да, то есть, и нужно их, как бы, до экзамена, ну, лишь нарешивать. То есть, прям, вот, брать прошлые экзамены, которые они, ну, в английском варианте, они выложены на сайте CCA, да, то есть, просто их прорешивать на время и смотреть, там, сейчас указана маркировка, за что дают все или иные баллы. И, собственно, понимать, что, сколько весит, грубо говоря, да, то есть, если вы кусок не успеваете, должны оценивать, что там этот. То есть, это, получается, про F5, да, вы говорили, что 48 на F5, на F5 это управленческая, ну, да, она, кстати, чуть чем-то похожа на F9, да, но F9 несколько посложнее. Ну, тут вот тайминг, тайминг тренировать. На самом деле, вот я об этом, я тоже говорила на прошлом нашем вебинаре, кто был, что наиболее часто распространенная ошибка, из-за чего студенты не сдают экзамен, это то, что не укладывается во времени, да, то есть, это вот прям такая самая распространенная беда-беда. И, вот, если все-таки не научиться, не подружиться со временем, то сложно будет сдать экзамен, да, то есть, я как бы сразу здесь говорю. И даже, например, как сказать, понятное дело, что когда тема разбирается в первый раз, например, мы когда разбираем с студентами, то не вешиваем стоимость капитала, да, то есть, задача на 12 марок. Ну, там есть сложные нюансы, не так все прозрачно. Я даю студентам на домашнее задание, они ему присылают, там, ну, почти все правильно. Они говорят, ну, у нас ушло час на решение, там, один написал час, второй написал, что час. Я говорю, ну, как бы нет, это не подходит, да, то есть, у вас должно, ну, то есть, вы чуть ли не в два, в половину раза превысили тайминг. То есть, конечно, если вы понимаете, что, грубо говоря, ну, потом они, конечно же, ускорились, да, они очень потом полюбили среднеизвешенную стоимость капитала, да, и потом очень жалели, что не было на экзамене, потому что они, в принципе, хорошо освоили эту тему. Ну, ну, грубо говоря, если вы понимаете, что какая-то тема все-таки по каким-то причинам никак у вас не берется, да, то есть, она уходит все-таки очень-очень много времени, то, естественно, что она должна уходить у вас, ну, в самом конце вы должны ее уже решать. Когда вы убедились, что собрали максимум марок, да, уже переходите к более сложному и решаете там, ну, сколько успеваете, насколько это возможно. Подход довольно-таки простой, что в первую очередь решается то, что вы очень хорошо знаете, то есть, если вы смотрите, там, грубо говоря, даже на тестовые вопросы из раздела А и понимаете, что половину вы вообще не помните, как решать, не знаете, да, то, как сказать, идете дальше, да, потом вернетесь и пройдетесь, там, если будет у вас, будет успевать, то там что-то можно будет поставить, да, потому что тоже такой интересный момент, например, вот даже вот студент, который много уже у нас под конец курса, да, мы проводили МОК, и там в одном вопросе не было, не было, не было указаны ставки, да, то есть, и там девочка, например, говорит, я 10 минут сидела, не могла поверить, что нет ставки, да, и я не могу этот вопрос решить без ставки, я не знала, что делать, я говорю, так зачем же ты сидела на этом вопросе, лучше бы решала другие вопросы, да, а потом бы вернулась, да, то есть, ну, просто люди теряются, да, вот не видят что-то такое, что могло бы им решить, они могут просто над вопросом коротким, да, двухбаленным, да, зависнуть на 10 минут, конечно, такого нельзя допускать, в общем-то, в принципе, максимально тренируемся, это, да, максимально учимся на курсе, быстро все прорешивает, но, естественно, многое зависит еще и от, естественно, многое зависит от домашнего задания. На русский язык экзамены F9 за 2018-2020 год. Ну, мы можем это сделать, то есть, если это в этом будет необходимость, но в рамках курса, но так полностью от и до мы это не переводили, то есть, мы там брали те задачи, которые, как сказать, ну, типовые задачи, похожие, да, то есть, если необходимость их решать. Ну, если вы будете самостоятельно готовиться, да, например, если вы выберете такое решение, то, безусловно, конечно, я рекомендую их прорешать, то есть, безусловно, это будет очень полезно. Ну, потому что, как, увидеть такой тренд, скажем так, ну, понятное дело, что, скорее всего, будет что-то другое, да, то есть, чуть-чуть будет отличаться, но, тем не менее, например, вот, ну, я имею в виду с 2020 годом, да, то, что было в осеннюю сессию, да, то, скорее всего, будет уже другая модификация, да, то есть, я подозреваю, что все-таки появится у нас в решении среднодешний капитал, которого не было, да, то есть, институт довольно-таки часто, но, например, точно с 2018-2019 года определенно может повториться. И более того, в чем плюс все-таки, там, в чем плюс задач, да, то есть, что в финансовом менеджменте, да, то есть, если в МСФО и в налогах, например, там могут происходить изменения, да, то есть, ну, там, мы это понимаем, то есть, финансовый менеджмент не меняется, ну, практически не меняется, да, практически ничего нового не появляется, поэтому, грубо говоря, задачи, которые, там, даже здесь мы брали вот наш курс, мы, естественно, строим его на базе прошлых экзаменов вообще, да, то есть, мы даже заглядываем на 10 лет назад, то есть, мы там можем взять какую-то задачу, и, грубо говоря, задачи по лизингу, которая тестировалась осенью, да, то есть, она у нас там была 10-летней давности тоже тестировался лизинг, да, то есть, я просто к чему это говорю, то есть, что финансовый менеджмент, он такой, ну, там есть определенный набор задач, которые периодически в разных комбинациях тестируются, и за время нашего курса, когда мы это проходим, мы все эти типовые задачи прорешиваем, да, то есть, и 5-летней давности, и 10-летней давности, и там, что мы понимаем, что они могут вернуться сейчас, нет такой потери актуальности материала, ну, то есть, грубо говоря, вероятность того, что повторится задача, ну, каким-то образом повторится задача 2019 года, она почти такая же, что из 2009, ну, то есть, там, может быть, в марках будет разница, да, то есть, там, если раньше, например, были 25-марочные задачи, то сейчас они 20-марочные, да, то есть, поменьше, но суть как бы остается. Также, какие формулы будут даны на экзамене? Все по курсу или все, которые будут применены в задачах? Все формулы по курсу, но на экзамене непосредственно, там, ну, такие какие-то сложные формулы даются, даются, там, например, ИОК, да, там, Боумоля, да, то есть, там есть определенные формулы, которые, ну, не могу сказать, что даются абсолютно все формулы, это, наверное, было бы неправильно, да, то есть, такие, я бы сказала так, что даются самые сложные формулы на экзамене. Нужно знать наизусть. Хороший вопрос, ну, как минимум, нужно знать формулы, там, ну, я думаю, что дисконфирую. Я вообще рекомендую, честно скажу вам, вот, я рекомендую студентам учить все формулы, да, то есть, не как бы рассчитывать, что вы там будете смотреть их на экзамене, да, то есть, вот, я рекомендую все, все формулы знать, на самом деле, наизусть, да, ну, дисконтирование желательно знать, например, такие вот базовые, да, как дисконтировать, как инфляцию возводить, какие-то такие простые, то есть, естественно, как даже, не знаю, как валовую прибыль считать, это как прибыль считать, это тоже, по сути, формула, да, то есть, но, и, как бы, это нужно знать, вот, такие, как бы, вопросы. А, по финансовому анализу. Ну, я точно, я точно помню, что дается ЮОК, это вот по запасам, да, непосредственно. Я точно помню, что дается там Баумуля формула, да, то есть, есть определенный список, длиннабор, вот здесь вот прям все формулы, которые даются, я вам сейчас не скажу, вот, ну, там, у нас самые сложные, самые сложные формулы только даются, то есть, которые такие более трудоемкие, но я могу сказать, что здесь, на самом деле, финансовом менеджменте, не так, нет больших сложных формул, вот я, по крайней мере, ну, вот формула, не знаю, вот то, как бак рассчитывается, да, то есть, это вес, там, капитала, да, вес, там, заемного капитала умножается, там, на ставке, то есть, в принципе, ничего такого там нет, да, но алгоритм, каким образом высчитывать, использовать, там, КПМ, каким образом рассчитывать облигации, как их дисконтировать, да, естественно, вы должны научиться, то есть, я бы не сказала, что в этом курсе есть много каких-то формул, прям, нереально сложных, которые прям нужно, которые вызовут, как бы, сложности, формула, это, видишь, маленькая часть этого айсберга, вот, а в основном все довольно таким прозрачным. Да, вот Русланка раз поясняет, что основаны задачи в прошлых лет, и там, говорю, есть задачи даже 10-летней давности, то есть, но они вот, практика показывает, что, как бы, они повторяются, даже вот студенты, когда мы готовились, я говорю, вот дам вам задачу по лизингу, но ее прям очень давно не было на экзаменах, да, то есть, вряд ли она будет, но мы сами ее смотрим, и в итоге мы ее решаем, да, и получается, что она попадается на экзамене, то есть, это означает, что, ну, грубо говоря, они не теряют своей актуальности, да, то есть, мы смотрим задачи не только трех последних лет, хотя на них обращаем внимание, да, если что-то там действительно, грубо говоря, то, что не попало в сборник, или что прям сильно отличается от нашего сборника, да, то есть, я могу добавить, как сказать, в курс. И знаете, как у нас еще строится, наверное, это важно отметить, что есть базовый сборник, который мы точно прорешиваем со студентами, но если я вижу, что группа очень активная, очень такая позитивная, некоторые прям даже просят дать нам больше домашки, да, то я даю больше задач, то есть, я могу сказать, вот еще эту задачу, эту задачу, эту, то есть, которые не в рамках базового курса, я даю студентам, у меня даже был такой кейс, когда студенты мне очень сильно хотели побольше задач по балку, и даже сама составляла задачи, просто чтобы они потренировались, потому что там все возможные задачи мы уже прорешали, но не хотели еще с какими-то определенными усложнениями, да, то есть, как бы могу составить и дать еще что-то сверху, вот, поэтому, а в этом плане не волнуйтесь, задачи у нас будут достаточно, вот, еще важен такой момент, что группы у нас, как правило, небольшие, то есть, мы набираем там 4-5 участников, да, и получается, что такой очень индивидуальный подход, да, то есть, обратная связь, то есть, я практически веду каждого студента, можно сказать, индивидуально, да, потому что, ну, небольшие группы у нас формируются, поэтому, если у вас будет желание действительно попасть в этот поток, то мы стартуем уже в следующий вторник, будет первое занятие, да, то есть, и желательно по возможности, кто захочет, да, определиться, там, подать свою заявку в ближайшие пару дней, написать на почту, которая у нас указана на первом слайде, да, то есть, ну, своими намерениями, да, потому что нам, как бы, нужно планировать, естественно, что если будет, например, там 5 заявок, да, то и там 6, мы, конечно же, возьмем группу, да, то есть, но тем не менее, нам все равно нужно понимать количество студентов, поэтому, если вы думаете, сомневаетесь, то как минимум, там, рекомендую в ближайшие пару дней, ну, там, задать интересующиеся вопросы, которые, например, у вас остались, если у вас там останутся, вот, и сообщить о своем намерении, чтобы мы уже точно планировали группу, планировали состав, и более того, я всегда рекомендую такой момент, чтобы все-таки, если мы начинаем во вторник, да, когда студент оплачивает, он получает доступ к теоретической части, чтобы успеть какую-то теорию пройти, это как бы крайне важно. Так, секунду, сейчас. Крайне важно. Вот еще сейчас вернемся. Да, ну, заглавное, я на всякий случай дублирую. Почта, куда можно писать. Конечно, постараюсь ответить оперативно, если какие-то у вас вопросы будут по курсу, например, останутся, да, то есть обязательно как бы пишите. И я еще вспомнила, что у нас же была теория, теория по задаче, мы так сами увлеклись, что даже, что вот есть теоретическая часть, она есть в каждой задаче, да, кратко о теории. Я также, ну, даю короткие, коротенькие ответы, да, то есть вы это, в принципе, презентацию видите, которая будет разуслана вам. Каким образом, кстати, строится тоже, повторюсь, наверное, наш курс. То есть похожий формат презентаций, похожий формат в Excel, я все время делюсь этой информацией со студентами. И дополнительно потом полный перевод очень подробный сборника, он тоже с ответами. Студенты его как бы получают. В начале курса они получают его без ответов, да, мы проходим все это совместно. И уже перед муком, да, то есть я отдаю сборника задача с ответами. То есть это формат, когда мы занимаемся вместе, вот, ну, вторник-суббот, как я уже рассказывала. Вот. Да, вот видите, по управлению эффективностью тоже есть вебинар. Вот. Это вкратце, что я могу сказать по инвестициям, по инвестиционным проектам. И по нашему, по нашему курсу. Ну, соответственно, преимущество некий Леонет онлайн. Это высокая эффективность, современные технологии. Тоже на платформе WebEx, кстати, идут, похожая платформа. Экономия на ориентировке учебных материалов, лучшие эксперты отрасли, поддержка преподавателя 23 на 7. Да, общий чат, где можно задавать вопросы, где студенты общаются друг с другом. Вот, как пример, могу сказать, что до сих пор у нас, наша прошлая группа продолжает общаться. Вот. Студенты делятся своими интересными кейсами. Многие на практике это все проходят, да, то есть используют. Это, как бы, очень здорово. И, по сути, это то, к чему мы стремимся, чтобы все эти знания, они не просто были для того, чтобы дать экзамен, но и чтобы применить это на практике, чтобы получить некий карьерный рост, то, в общем, вот это вот мы как раз-таки очень за это ратуем и по возможности, как бы, ну, помогаем, да, чем-то. То есть если есть вопросы, то тоже могу подсказать с высоты там некого своего опыта. Я много его у детей работала и в финансовом контроле, и на позиции финансового директора, да, могу сказать, что, конечно же, ECCA это, ну, как бы, очень полезно. Финансовый менеджмент вообще моя любимая бумага, да, то есть очень интересная. Всем рекомендую, даже если вы не возьмете там полный курс, да, не захотите полностью все это проходить, все экзамены, то вот это вот финансовый менеджмент, к нынему, действительно, та бумага, которая, как правило, она очень полезная, да, это студенты отвечают, даже те, кто, грубо говоря, у нас был студент из инвестиционного моделирования, да, то есть он долго сомневался, идти или нет ему обучаться, но в итоге он за себя много нового узнал и был просто очень счастлив тому, что присоединился к нашему курсу, к нашей платформе. Ну, естественно, что вы образованы, да, то есть, как бы, это, естественно, что дело добровольное, и более того, что у Лентинлайн есть и форматы, где можно обучаться самостоятельно, да, то есть это можете посмотреть на сайте, там, более бюджетный вариант, когда вы просто получаете учебники, там, и, собственно, учите самостоятельно, там, и отдельно можно, например, если слуга прохождения мог, то есть все это, как бы, можно узнать, выяснить и выбрать наиболее приемлемый вариант, но если вы хотите именно полный курс проходить, да, то я, как бы, мы рекомендуем это, сообщите об этом заранее, да, чтобы и у вас был доступ заранее к материалам, теоретическому курсу, ну, чтобы вы были уже готовы к следующий вторник активно начать, потому что, может быть, нам до экзамена остается, грубо говоря, полтора месяца, да, то есть нужно уже начинать заниматься, если вы хотите точно его сдать, потому что у всех есть желание сдать с первого раза. Вот. Проводятся ли курсы в очном формате? Ну, сейчас в Learned Online точно курсы такие в очном формате не проводятся, да, то есть это онлайн-школа, ну, может быть, только если в других каких-то центрах, ну, не могу ответить за все центры, поэтому есть только дистанционный формат, дистанционный формат плюс это все. Так, хорошо. Я смотрю, что вопросов больше у нас нет. Хотела бы поблагодарить всех за участие, да, то есть спасибо, что вы были активными. Да, вот я вижу, что Руслан продублировал еще раз почту, на которую вы можете написать. По формуле, кстати, по формулам тоже можете продублировать вопрос на почту. Я еще раз просто посмотрю, у меня были они выписаны, какие будут на экзамене, каких нет. Я просто сходу синий не смогла им назвать, но, в общем, тоже могу это посмотреть. Вот, да, очень здорово, что были активными, то есть я всегда очень ценю именно активных студентов, да, и практика показывает, что если студент активно вовлечен в процесс, то у него как бы намного лучше результаты, и важно, что он запоминает это не только там, грубо говоря, экзамен, это экзамен, да, то есть, но и запоминает это на будущее, да, поэтому всем рекомендую быть активными вовлеченными, да, то есть, естественно, всем желаю сдать экзамен, независимо от того, будете вы учиться с Леонидом онлайн или нет, или самостоятельно выберите такой путь, да, то есть всем желаю успехов в сессии, которая предстоит. Вот, так что, спасибо вам. Вот, информацию, естественно, вышли с Лея, запись она тоже будет доступна, и если, опять же, повторюсь еще раз, будут вопросы, то ответ напишите, ответим. Вот, спасибо, спасибо вам.